Здравствуйте, друзья! С вами вновь Григорий Манёв, и Ветер в странстве вновь листает наш Берингийский дневник. Мы находимся на старте этапа под номером 13. Карагинский перевал нас ждёт, дорогие друзья. Это одно из самых опасных, самых красивых и самых захватывающих мест всей Берингии. Берингия, мы идём вперёд! Вот он, Карагинский перевал. Высота тут не бог весть, всего 1200 метров над уровнем моря. Но это самое узкое место Камчатского полуострова. Вот там, в 80 километрах, Охотское море. С другой стороны, 120 и Берингова. В этих горах нередко проходит атмосферный фронт. Так что густые туманы и ураганные ветры здесь не редкость. Но сегодня Небесная канцелярия послала нам прекрасную погоду. И мне кажется, это потому, что вчера мы, берингийцы, установили вот этот крест. В 2010 году мы шли из Берингии. Я был не один, у меня был помощник, отец Аркадий, игумен, ныне покойный Царство Небесное. И вот была задумка поставить крест в честь первопроходцев, исследователей Камчатки. И вот в 2013 году здесь был установлен металлический крест. Отец Алексей с Паланой, настоятель храма, с жителями села Лесная. Летом приехали на вездеходе, здесь его поставили. Но, к сожалению, он был разрушен стихией. Сильные ветра на перевале. С казаками в станице Быстринская мы решили сделать деревянный крест, потому что его все-таки будет проще в случае чего подремонтировать. Берингии проходит мимо, крест если где-то подломался, остановились. Дерево всегда легче поддается ремонту и так далее. С Берингии мы его сюда доставили, на перевал наверх. И по благословению Владыки Федора, архиепископа Петропавловска и Камчатского мы этот крест осветили и воздвигли здесь с Божьей помощью. И с помощью добрых людей, берингийцев, жителей села Лесная. Слава Богу! Карагинский перевал – это не только труднодоступная географическая точка. Срединный хребет влияет на климатические условия всей Камчатки. Поэтому, как только каюры перевалили через Карагу, то они сразу столкнулись со сложностями. Во-первых, резкое потепление. Температура воздуха поднялась с минус 20 до минус 5. Такие перепады всегда отрицательно влияют на работоспособность собак. Ухудшилось и состояние снежного покрова. Трасса превратилась в сухую вязкую кашу. К таким условиям лучше остальных адаптировалась упряжка Николая Левковского, который и стал победителем 13-го этапа. Бывало с той стороны хорошая погода. Мы вот на верхушку поднимаемся, а здесь один раз даже дождь был. Прямо проливной дождь. А мы все так вот в этих... Кто в тормозах, кто в каких-то сапогах. И просто вот так вот одеты были. Мы все мокрые насквозь. И мы там ночевали, вот я не знаю, как он. Печку только кочегарили, сырые. И сушили вещи своим телом. Друзья, это финиш 13-го этапа. Нуб номер 5. Вообще это удивительное место, поскольку когда я в 2015 году сам принимал участие в этих соревнованиях в качестве каюра, то когда финишировал, это было такое чувство радости. А потом был вечер. И обычный чай из пакетика воспринимался как самое дорогое шампанское. А сгущенка с юбилейным печеньем были самым изысканным деликатесом. И самое главное, было чувство единения. Вот такая была, есть и даст бог будет. Беренгея. Беренгея. Мы идем вперед.